Субтитры делал DimaTorzok Брецание оружием и экономическое давление. Отношения России и Запада входят в неуправляемый штопор, выйти из которого будет крайне непросто, отмечают наблюдатели. Евросоюз, несмотря на внутренние разногласия, все же решил продлить санкции против Москвы. А последнее в ответ усилить ракетный потенциал. К чему может привести военно-экономическое противостояние геополитических противников, разбирался мой коллега Владимир Унанянц. Санкциям быть, по крайней мере, еще полгода. Евросоюз намерен продлить экономические ограничения в отношении России. Как сообщают дипломатические источники, решение было принято сегодня в Брюсселе на совещании представителей 28 стран-членов ЕС. Ожидается, что официально оно будет утверждено странами Евросоюза буквально на днях. При этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Йонкер в интервью Евроньюса отметил, что в ближайшие полгода режим действия ограничительных мер все же может быть ослаблен. На данный момент совершенно ясно, что в июне мы будем продлевать санкции. Но в течение следующих шести месяцев мы продолжим мониторинг, чтобы понять, есть ли достаточный прогресс в выполнении минских договоренностей для того, чтобы снять часть санкций. Проще говоря, чем больше выполненных пунктов минского протокола, тем меньше санкций. Между минскими соглашениями, их реализацией и санкциями есть прямая взаимосвязь. Подобного подхода придерживается и Германия. Глава МИД страны Франк Вальтерштайнмайер высказался за постепенное снятие европейских санкций с России в случае существенного прогресса в рамках мирного процесса в Украине. Сама Россия тем временем демонстрирует успехи на военно-техническом направлении. Минобороны отчиталось об испытании ракеты ближнего радиуса действия системы ПРО. Запуск прошел на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По мнению наблюдателей, стрельбы – прямое следствие заявления президента Путина, который в минувшую пятницу в очередной раз заявил, что американская система противоракетной обороны угрожает России, и Москва будет предпринимать ответные шаги. К чему это все придет, я не знаю. Но я знаю точно, что мы вынуждены будем отвечать. Москва последовательно выступает против размещения элементов американской системы ПРО в Европе, считая, что ракеты-перехватчики могут быть направлены против российского стратегического потенциала. В НАТО утверждает, что система защиты союзников по Североатлантическому договору от баллистических ракет носит оборонительный характер и не направлена против России. Но Владимир Путин с такой трактовкой абсолютно не согласен. Мы по годам знаем, что будет происходить, и они знают, что мы знаем. Это вам только вешают лапшу на уши, как у нас говорят, а вы в свою очередь вешаете своему населению. Можно вообще просто за несколько часов поставить туда томогавки и всё, и это уже никакие не противоракеты. Откуда мы знаем, что там в этих шахтах находится? Нужно просто изменить программу. Всё. Это работа абсолютно незаметная. До румыны никто не будет знать, что там происходит. Их что, допускают? Румын туда, что ли? Никто не будет знать, ни румыны не будут знать, ни поляки не будут знать. Я знаю, как это делается. И именно этих знаний, похоже, опасаются в НАТО. Генсек Альянса Йенс Толтенберг уверяет, все действия Североатлантического блока на восточном фланге являются ответом на поведение Кремля. Как отметил высокопоставленный чиновник, никто не говорил о таком военном присутствии в Восточной Европе до того, как Россия незаконно аннексировала Крым и с помощью военной силы дестабилизировала ситуацию в Украине. Так что, уверены в Брюсселе, Москва сама вырвала яму нестабильности у своих западных границ. Владимир Унанянц, RTVI. Российская Федерация и Европейский Союз меняются местами. Россия превращается в мировую державу, в то время как ЕС разваливается. Американский финансист Джордж Сорос считает, сегодняшнюю ситуацию зеркально отражает то, что сложилось в конце 80-х годов прошлого века. Тогда, напротив, Советский Союз распадался, а Евросоюз набирал силу. К развалу ЕС, по мнению миллиардера, могут привести три фактора. Выход из Содружества Великобритании, проблемы Греции и миграционный кризис. Но глобальные проблемы вызовет именно так называемый Brexit, считает Сорос. Финансист после обвала фунта стерлинга в 1992 году, прозванный человеком, который разорил Банк Англии, теперь предупреждает о возможном повторении черной среды. Не покидать европейскую семью британцев просит руководство ЕС на высшем уровне. За два дня до судьбоносного референдума председатель Европейского совета Дональд Туск вновь предостерег население Туманного Альбиона. Если Соединенное Королевство покинет Евросоюз, Европа, да и все западное сообщество подвергнется удару. Сильнейший риск, по словам политика, заключается в непредсказуемости Brexit. Какую цепную реакцию вызовет выход Великобритании из ЕС, сказать невозможно. Дональд Туск при этом разделил опасения Джорджа Сороса. Отказ британцев от членства в Содружестве может спровоцировать принцип домино и подстегнуть другие страны к аналогичному шагу. А это, по словам Туска, будет предвестником распада Евросоюза. Международный Олимпийский комитет дистанцировался от решения по дисквалификации российской спортивной команды Сыгр-2016 в Рио-де-Жанейро. О том, что россиян могут не допустить к Олимпиаде, заговорили после громкого допинг-скандала. Появилась информация, что полтора десятка призеров сочинских игр были участниками государственной допинговой программы. Ранее Международные федерации легкоатлетических ассоциаций уже заявили об отстранении российских легкоатлетов от участия в соревнованиях в Рио. Глава МОК Томас Бах не исключил, что дисквалификация коснется всех спортсменов из России, но сегодня дал понять, решение о допуске атлетов к Олимпиаде должно выноситься в индивидуальном порядке. Цитирую, Международный Олимпийский комитет не может решать за спортивной федерацией, кого допускать, а кого нет. Конец цитаты. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Продолжайте следить за развитием событий на РТВ и у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова